Ландыш майский канвал Ремажалис – описание семейства. Ландыш – едва ли не самый красивый весенний цветок. К сожалению, он занесен в Красную книгу как исчезающий ботанический вид растений. В нем красивые изумрудные листья, очаровательные бутоны нежных белых колокольчиков. Совершенно завораживает волшебный аромат. Название цветка с латинского звучит как «лилия», которая прорастает в долине. Как выглядит ландыш майский канвал Ремажалис? После долгой зимы появление ландыша извещает о приходе весны. В средней полосе России это приходится на май. Несмотря на внешнюю хрупкость, цветок довольно крепкий. Даже очень плотная почва и каменистые поверхности для него не реграда. При благоприятных условиях одиночные растения могут разрастись и покрыть ковром даже большие площади. Ландыш майский Описание ландыша майского можно начать с листьев. Первыми появляются тугие розетки из удлиненных листьев. Правда количество у одного растения не превышает трех листочков. Чаще всего два. Произрастают они прямо с основания корневой системы, а в серединке из крупной почки вырастает цветонос. На нем располагаются от 5 до 20 маленьких колокольчиков на ножках. Бутоны имеют зубчики по верху и по низу. К какому семейству относится представитель семейства спаржевых канвалы рей – это травянистый многолетник. До сих пор специалисты не определились с подтипом цветка. Некоторые предлагают подразделять их на ландыш кейский и на горный. Но их схожесть дает возможность отнести оба подвида к одному виду – семейства ландыши майских. Кратко об истории появления. Первое упоминание об этих изящных цветах датируется 15-м столетием. Еще с тех пор их разводили ради красоты цветущих кистей, изумрудных листьев и, конечно же, изумительного аромата. Распространение широкое. Ландыш лесной растет на всех континентах. В отличие от многих растений, для него не важен тип леса, тип и качество почвы. Он хорошо растет на опушках, лиственных лесов, сосновых посадок, дубрах, смешанных лесов. Хорошо переносит скудность грунта. Очень давно он стал излюбленной культурой для селекции. В естественной среде этот цветок веками уничтожался человеком. Ландыши в Красной книге или нет, понятно по их повсеместному исчезновению в дикой природе. Характеристики растений. Жизненный цикл культуры составляет 12-13 лет. Первое цветение приходится на седьмую весну. Через три года цветонос не выпускается, растение больше не может зацветать. Еще через пару лет кустик разваливается, образуя большое количество новых. Плантация ландышей листья растения насыщенного изумрудного цвета продолговатой формы. Кончики листовой бластины заострены. Растение, а вместе со цветоносом, вырастает в высоту до 25-30 сантиметров. Культурные разновидности могут достигать до 50 сантиметров. Осенью из бутончиков возревают оранжево-красные ягодки диаметром до 1 сантиметра. На вопрос, ландыши ядовитые или нет, ответ определенно положительный. Ландыши ядовитые растения. Нужно знать. Ягоды ландыши ядовиты. У ландыша своеобразная корневая система. Она очень развита горизонтально. Из узлов на корневище произрастают мелкие листочки, которые со временем превращаются в молодые кустики. Классификация видов, производных от майского ландыша. В зависимости от места обитания, ландыши могут отличаться друг от друга. Этот факт позволяет относить их к разновидностям вида «майский». Это самый распространенный и изученный вид. Конвал лария мажали за природой встречается повсеместно, кроме районов вечной мерзлоты. Ковер из ландыши можно встретить на опушках лесов. Причем независимо от типа леса. Поверхностные корни прекрасно зимуют. Почти сразу после таяния снегов начинают прокловываться молодые листья. Ландыш кейский. Конвал лария кейский. Ландыш кейский предпочитает расти в лесах, богатых мхом. Еще его можно в изобилии встретить в бросиках, поймах, рек. Основные области распространения – Дальний Восток и Сибирь. Часто встречается на приграничных с Китаем территориях. Сорт кейский у этого подвида корневая система уходит гораздо глубже. Кустики малорослые. Цвет листьев у корней может быть буром. Вместе со цветоносом не превышают 20 сантиметров в высоту. При этом колокольчики у кейски крупны около 1 сантиметра восточной долготеаметре. Хотя количество самих бутончиков не более 10 штатов. Горный канвал Лария Монтана. Ландыш горный больше распространен в Северной Америке. Предпочитает гористую местность, поэтому корневая система хорошо развита. Кусты высокорослые, чуть меньше полуметра в высоту. При этом цветонос почти не выступает над листьями. Количество бутонов на нем может быть от 5 до 16 штатов. Сам бутон достигает 9 миллиметров от ножки до зубчиков. Ягоды красные, диаметром около 0,8-0,9 миллиметра. Закавказский канвал Лария Транскаукасика. Это индемичный вид ландыша, растет на Кавказе. В естественной среде встречается на каменистых, плотных, глинистых и песчаных почвах. Канвал Лария Транскаукасика разрастается, образуя внушительные колонии. Кустики невысокие, всего около 25-30 сантиметров высотой. Листья сочно-зеленые, эллиптические. На цветоносе расположено до 20 штатов, свешивающихся на длинных черешках бутонов. Сам бутон состоит из 6 лепестков. Часто используется для украшения садовых участков. Отличительной чертой данной разновидности является довольно большое раскрытие бутона. Ягоды ландыша. Ягодки красно-рыжие, не более 7 миллиметров в диаметре. Цветение, в зависимости от климатических условий, с апреля по июнь. Сорта, пользующиеся наибольшим успехом у садоводов. Наиболее востребованными среди ценителей считаются около десятка разновидностей ариево-регата. От других этот сорт и отличает расцветка листовой пластины. На ней отчетливо видны продольные желтые или желто-песочные полосы. Ландыш ария отличается густо-желтым цветом листьев. Грандифлора. У нее заметно крупнее колокольчики и большие листья. Албастрята. У этой разновидности ландыша листовая пластина украшена полосками кремового цвета. Гринтапистре. Листья у данного вида желто-зеленые. Хофшейм. Листовая пластина сорта имеет густо-кремовую кайму. Пролификонос. Эта разновидность культуры отличается длительным цветением около двух месяцев и богатством бутонов. Размеры кустиков небольшие, около 15-20 сантиметров высотой. Роза. Цветет жемчужно-розовыми колокольчиками. Их на цветоносе бывает около 14 штатов. Очень красив китайский ландыш купена. Высокое растение, более 60 сантиметров в высоту. Листья сорта имеют бежевую кайму. На лепестках заметны зеленые крапинки. Буйно цветет в мае-июне. Как размножается майский ландыш. Цветы ландыша довольно неприхотливы. Специальных знаний разведения не требует. Главное условие – это соблюдение баланса света и тени. Выращивать возможно семенами или подземными корневищами. Сажать ландыш можно ранней весной или ранней осенью. Вегетативное размножение. Деление корневища. Для вегетативного размножения годятся здоровые корневища. Для каждого нового куста нужно оставить пару почек с корешками. Чем старше маточное растение, тем более мощная корневая система и тем больше живых почек. Деление корневища интересно. При размножении делением корневища цветение наступает уже через три года. Деленки нужно высаживать рядами. Расстояние между кустиками не менее 10 сантиметров. Каждый саженец следует углубить не более чем на 2 сантиметра. Ростковая почка должна оставаться на поверхности. При осенней посадке требуется зимнее укрытие. Для этой цели подойдет слой сухого торфа, опилок и ловых иголок, сухой листвой. Любители научились выгонять ландыши вне сезона, то есть к определенной дате. Выращивание из семян. Для чего используется ландыш, может размножаться и семенами. Этот способ чаще используется селекционерами, чтобы вывести новые гибриды. Для любителя этот способ не очень подходит. Во-первых, ягоды, семена, ландыши ядовиты, значит требуют особой осторожности при работе с ними. Во-вторых, цветение наступает только на 6-7 сезон. Проращивание семян. Особенности ухода в саду. Специального ухода обыкновенному ландышу не требуется. Главное не допускать пересыхания почвы. Отсутствие или недостаток влаги не убьет растение, но задержит цветение. Или его и вовсе не дождаться. Для поддержания порядка посадки следует очищать обсорные травы. Нужно знать, культура довольно быстро разрастается. Поэтому территорию следует окружать специальным заграждением. Для этого прекрасно подходят стальные листы, вкупанные на глубину 1 метр глубже. Какие условия нравятся ландышам? Садовый ландыш – тенелюбивый цветок, но совсем без солнца он мельчает. Листья становятся бледными. Цветение скудное и запоздалое. Лучше всего культура растет в кружевной тени. Рассеянный цвет нужен особенно в утренние часы. Чего боится растение? Кроме сильной тени и недостатка влаги, культура не переносит сильные сквозняки, особенно холодный ветер. Если не оградить посадки, растение просто погибнет. Как ограждение могут выступать постройки кусты. Полив растение очень влаголюбивое. Нуждается в частом поливе. Мериод цветения показан ежедневный. В остальное время достаточно 2-3 раза за неделю. Мульчирование Мульчирование и ландыши преследуют рецели – сохранение влаги, защита от мороза, дополнительная подкормка. Желательно использовать для этой цели рыхлые субстанции типа торфа, перегноя, опилок и т.д. Рыхление Рыхление почвы полезно почти для любого растения. Ландыш не исключение. Если после каждого полива при корневую зону промотыжить, улучшится аэрация корневой системы. Подкормки садовой ландышей желательно подкармливать органикой. Первый раз уже через месяц после посева или посадки. В дальнейшем достаточно вносить удобрения каждой весной. Если повторить подкормку и в начале лета вреда не будет. Комнатные растения требуются подкармливать универсальными и комплексными удобрениями один-два раза за месяц. Пересадка очень часто тревожить растения не рекомендуется. Когда пересаживать ландыши, решается в зависимости от сезона. Безболезненно переносится цветком пересадка ранее осенью. Участок следует подготовить заранее и перекопать на штык лопаты, выбрать все корешки, внести перегной, если почва тощая. Пересадка ландыша когда и как цветет Самый распространенный вопрос среди любителей, когда цветут ландыши. После зимы особенно хочется красоты. Их цветение ознаменует приход тепла, лета, буйство красок растительного мира. Виды цветков начало цветонос берет из почки, которая находится у корня, между листьями. Он очень быстро вырастает выше листьев. На верхушке формируется кисть из мелких колокольчиков. Они чаще бывают белого цвета, но встречаются и розовые ландыши. Количество бутончиков может быть от 5 до 20 штатов. Под тяжестью цветочков соцветие сгибается дугой, а все бутоны принимают положение вниз головками. Формы цветков Форма цветка представляет собой колокольчик из 6 лепестков. Диаметр цветка около 1 см, кончики лепестков загибаются. В зависимости от разновидности, чаша колокольчика бывает более раскрытой или более компактной. Крепятся к цветоносу на длинных черешках. Формы цветка период цветения в средней полосе России ландыша могут зацвести с конца апреля. Более ранние лилиозные цветения зависят от климатических условий конкретной местности. Период цветения от 10 до 20 дней. Некоторые гибриды могут цвести даже месяц. Изменения в уходе. Период цветения на открытом дачном участке. Период цветения учащается только полив. Для комнатных ландышей показано увеличение светового дня до 12 часов в сутки и понижение температуры до плюс 16 до плюс 21 градуса. Важно знать, срезанные ландыши нельзя сажать в вазу с другими цветами. Они тянут на себя все питание. Другим просто не хватит. Возможные проблемы в выращивании. При всей своей неприхотливости ландышам также не чужды болезни. Их тоже любят некоторые вредители. Чтобы не допустить поражения цветов, за ними нужен правильный уход. Вредители опасны для ландышей жуки-пилильщики. Вернее их личинки. Эта прожорливая орава может сгрызть всю надземную часть растения. При обнаружении вредителя следует срочно принимать меры. Если поражения критичны, кустик лучше уничтожить. Для профилактики все посадки требуется обработать инсектицидами, типа актеллика. Польза подобных препаратов в том, что у них широкий спектр действия. Они способны истребить и других нежелательных гостей. Болезни и основные болезни ландышей – это серая гниль и глиоспориоз. Первая появляется при загущенности посадок и отсутствии проветривания. Лучше ландыши пересадить и от пораженных грибком экземпляров избавиться. Остальной участок нужно обработать бордоской смесью, раствором медного купороса. Другая болезнь – глиоспориоз – проявляется как кремовые пятнышки с темной каймой. Пораженные листья немедленно следует удалить и утилизировать. Посадки обработать фунгицидами, например, средством привикуры и нерджи. Признаки неправильного ухода, как выглядят ландыши, зависят от ухода за ними. Неправильный уход очень сильно отражается на внешнем виде. Теряется тургор листьев, пропадает сочность и интенсивность окраса. Цветение ландыша скудное, бутончики мелкие. Длительность цветения заметно сокращается. Использование в ландшафтном дизайне. Ландыши часто используются в ландшафтном дизайне. Для этого есть все предпосылки. Они неприхотливы, долго цветут, у них красивые листья обладают волшебным ароматом. Ландыш в ландшафтном дизайне при посадке нужно учесть некоторые особенности. Если цель заложить долгосрочный цветник на даче или при усадебном участке, то по периметру посадок следует сделать глубокое заграждение. Иначе плантация разрастется и проглотит соседние растения. Декоративно смотрится культура в соседстве с папоротниками. Служит фоном для пышноцветущих пионов, кустовых роз. Но лучше всего посадить их возле раскидистого дерева, например, дуба, липа, клёна. В этом случае навредить большому дереву ландыша не могут, а кружевная тень им обеспечена. А красота получится почти как в естественной среде. Для садовода-любителя ландыш довольно удобный цветок. Ухода почти не требует, а красота участку обеспечена. Главное учесть опыт других садоводов, которые занимаются разведением культуры не один год.